Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас утро, я проснулась. Что они делают, господи? Моя малышка! Сейчас я поеду на ней. По-хорошему её надо искупать. Раннее утро, я не успела даже накраситься, но ничего страшного. Увидев меня, вы поймёте, что никто не идеален. Все у нас с минусами. Иногда, когда в инстаграме смотришь фотки, прям конкретно становится плохо. Смотришь на идеальных людей и думаешь, блин, какая я стрёмная. Поэтому в ютубе это хорошо. Блогеры показывают себя в большинстве случаев такие, какие они есть. В общем, мы с братом договорились, что теперь я буду его отвозить по делам. И сегодня мы едем на склад. Склад находится не очень далеко от нашего дома. Ну так, относительно, не на другой части города. Поэтому я аккуратненько постараюсь его отвезти туда. Надеюсь, что не будет никаких происшествий. Я ни в кого не врежусь, не залезу на бордюр. Честно, у меня страх есть, потому что я очень тяжело привыкаю к этому автомобилю. Здесь очень неудобные зеркала. Они приближённые. И даже, если честно, я хочу дать мастеру, чтобы он поменял эти зеркала на обычные. Потому что они очень неудобные. Задний вид я тоже сзади ничего не вижу. Тут затонировано всё. Поэтому надо привыкать к габаритам этой машины. Естественно, машину, которую я водила у инструктора, это просто был кайф. Это был аквариум. И зеркала огромные, и машинка маленькая. Поэтому к этой машине нужно привыкнуть. А для этого нужно время. И постоянная практика. Вот вчера она просто у меня стояла во дворе. Я никуда не выезжала, потому что у меня было много дел. Загрузила три видео. Если сегодня всё пройдёт успешно, дай бог, я очень надеюсь на это. То уже каждый день я буду отвозить своего брата по делам. Ну а так я вообще не жалею, что взяла чёрный салон. Смотрится очень круто. Чёрный. И практичный, я думаю. Мы уже доехали до склада. Брат пошёл туда. Я решила просто посидеть в машине. И брат мне дал линер, который мне купил племянник. Это так приятно, это так мило. Он поехал на 28-й. Из-за этого моего линера. Потому что здесь нигде не продают 0-7-й. Это для бумажных сюрпризов. Как это мило. Вроде бы недавно были маленькие дети, а уже взрослый мужик. Дорогу мы вам снимать не стали, потому что я напряжена. Сосредоточена на дороге. И брат тоже немножко волнуется, что я в кого-то врежусь и так далее. Контролирует мои движения. И мне кажется, на начальных этапах так правильно. Я ещё успею вам поснимать, как я за рулём там еду. Когда уже буду уверенная в себе. Обратно тоже буду ехать я. Уже, если честно, особо такого страха нет. К зеркалам тоже я привыкаю. Вообще, к габаритам машины тоже. Мне почему-то кажется, что все люди вокруг просто садятся за руль и едут без никаких проблем. Но у меня этот процесс происходит очень медленно, очень сложно. Возможно, это связано со страхами внутри. Возможно, ещё с чем-то. Но в любом случае, я стараюсь. И очень хочу прям быть уверенной за рулём. Ехать куда угодно и не думать, блин, господи, только бы не врезаться никуда. Ещё плюс позвонила мама. И брат начал шутить, что Алька чуть не сбила одну женщину. Мама тоже начала переживать, что ааа, что случилось и так далее. У неё тоже паника. В общем, как-то так. Так, держите кулачки за меня, чтобы всё было хорошо. Если вы тоже, как и я, боитесь садиться за руль, то давайте вместе перебарывать этот страх. А вообще, тут такое страшное место. Тут все склады крупных компаний. Но выглядит здесь всё, конечно, своеобразно. Не думала, что в центре города есть такие местечки, как из фильмов ужасов, тесно. Как вы думаете, что здесь? А здесь у нас ёлочка. Мы её вот так запаковали. Вообще, когда мы покупали ёлку, у неё была своя упаковка. Просто мы обратно в неё засунуть не смогли, эту ёлку. Поехали пришлось вот так вот. На балконе она у нас была. Сейчас будем открывать и разбирать, потому что уже скоро Новый год. Все уже поставили ёлки, кроме нас. Ух, как сложно. Вот такая вот она у нас, искусственная. Здесь и игрушки, и всё, что нужно. Это каркас, на котором держится ёлка. Правда, достаточно хрупкая конструкция. Каркас, если был бы покрепче, был бы лучше. Игрушки. Как-то очень тупо, на самом деле, купили мы игрушки. Они не сочетаются между собой абсолютно. В прошлом году мы очень долго, безуспешно пытались засунуть ёлку в коробку, в которой мы приобрели её. Эта коробка была в два раза меньше, чем вот эта. Не знаю, конечно, как в Китае на заводах так герметично запаковывают, но мы даже половину ёлки не смогли поместить в эту коробку, хотя изначально она была в ней же. Обычно все нормальные люди начинают собирать ёлку снизу вверх, но я это делаю наоборот. Так проще. Наша ёлка метр восемьдесят, и купили мы её за сто десять долларов. Я считаю, что это недорого, и именно поэтому конструкция хлипкая. С одной стороны, конечно, это огромный минус, что она хлипкая, но с другой стороны, она достаточно лёгкая, и легко её положить на полку у нас на балконе. Мы справляемся в одиночку с этой задачей. Когда я покупала эту ёлку в магазине, было очень много вариантов, начиная с миниатюрной пять сантиметров и заканчивая ёлкой два двадцать. Я маме предлагала взять именно самую большую, но мама сказала, что у нас даже комната небольшая, это будет выглядеть вообще не очень. Эти огромные ёлки предназначены для огромных вилл, сказала мама, и я не могу с ней не согласиться, потому что наш зал всего двадцать три квадрата. И сюда более чем достаточно ёлка метр восемьдесят. В какой-то момент мне стало стыдно, что я так унижаю эту ёлку, она выдержала игрушку размером в пять килограмм. Хотя эта игрушка считает, что ёлка её игрушка. После того, как мы украсили ёлку, дурачок вообще не мог найти себе места. Не знал, что сделать ему. Ему настолько нравится ёлка, это просто нечто. Несмотря на то, что нету никакого абсолютно запаха пихты, это искусственная ёлка, всё равно в процессе сборки ёлки, всё равно ты чувствуешь невероятный просто вайб нового года. Хотя на улице у нас нету ни снежинки, у нас очень редко бывает снег. Всё равно люди стараются создать эту атмосферу, рисуя какие-то снеговики у себя на окнах. Так сделали наши соседи, так сделали вообще очень много заведений. И это очень мило смотрится. Я ещё не начала покупать подарки на новый год, но уже присмотрела одни новогодние носочки. Но мне кажется, сейчас все покупают эти носочки для всех. Эти носочки я обязательно куплю для подружки. А так вообще подарки ещё не выбирала. Когда я выбираю подарки, я всегда стараюсь делать так, чтобы это было одновременно и полезно, и красиво, и по-новогоднему. И не какая-то безделушка, например, которая будет просто валяться где-то на полке и собирать пыль. Чтобы человеку действительно эта вещь была нужна. Я стараюсь её распушить, насколько это возможно сделать. И здесь на кончиках немножко как будто снег. Кстати, эта ёлка стоила дороже как раз из-за этого. На кончиках типа белый такой цвет, и как будто это снег. Но я решила не экономить, и видела такую, и ничуть не жалею. Смотрится очень красиво. Единственное, о чём я жалею, это игрушки, которые купили вообще ни к стелу, ни к городу. Вообще не сочетаются. Очень дёшево смотрятся на самом деле. Моя бы воля, если можно было вернуться назад, эти игрушки однозначно я покупать точно бы не стала. Поставили ёлку, и сразу такой новогодний вайб. Просто не передать словами. Конечно, естественное пахнет гораздо круче, чем это. Но я в магазинах, кстати, видел ароматизаторы, которые прям пахнут пихтой. И надо бы такой прикупить. Но, честно, вайб просто потрясающий. Я вот поставила ёлку, взяла телефон, решила немножко полазить в ютюбе, и увидела, девчонка снимала видео, моя коллекция золота. И тут сразу, знаете, новогодний вайб, хочется чего-то нового, чего-то классного. И резко мне захотелось что-то прикупить себе из золота. А может не из золота, а может ещё что-то другое. И я маме говорю, давай одевайся, пойдём что-то себе покупать. И такая мама резко, что? О, в смысле, мы же не планировали вообще день, запланировали совершенно по-другому. Но иногда, мне кажется, надо делать такие спонтанные какие-то вещи и радовать себя. Поэтому сейчас мы с мамочкой выходим из дома. Пойдём посмотрим, что же можно купить. Мама, правда, из золота ничего не хочет. Ей, наверное, подберём что-то из одежды. Но мама больше любит ходить без меня, выбирать сама, самостоятельно, ни с кем не советоваться. Потому что в этом нет никакого смысла. Даже если я скажу, что круто, сидит классно, мама всё равно выберет на своё усмотрение. А я всё-таки люблю советоваться, поэтому маме пойдёт со мной. Уже по традиции не могу не показать вам свой лук. Впервые надеваю вот эту двоечку. Здесь такой топик. И сверху кардиган. Очень приятная на ощупь. Мне безумно нравится. И джинсы у меня скини. Ещё надену сапоги, которые недавно купила и показывала вам во влоге. И только доехав до ТЦ, я обнаружила, насколько ужасно смотрится мой сломанный ноготь. Сегодня вечером обязательно просто переделаю. Мама уже давненько хочет себе бусы из натурального жемчуга. Здесь был и натуральный, и искусственный. Кстати, у натурального между бусинами были маленькие золотые бусинки. И искусственный жемчуг смотрелся гораздо богаче, чем естественный. Но здесь проблема была совершенно не в этом. Мама хотела длинные бусины, а таких не было. Все они были стандартные и очень короткие. Маме не подошли. Моя любовь к золоту несётся на протяжении всей моей жизни. Обожаю эти все побрякушки. И они не сравнятся с серебром для меня лично, с бижутерией. Золото это, конечно, просто one love. И когда консультанты спрашивали у меня, что же вы хотите? Серёжки, кольцо, браслет, цепочку. Мне хотелось сказать, да всё я хочу. И цепочку, и браслет, и кольцо. Очень сложный выбор. Мне безумно понравилась эта цепочка. С таким невероятно красивым лепесточком. Как только увидела, сразу безумно понравилось. Но я купила кое-что другое. Но мама предлагала взять и эту цепочку, и кольцо, которое я взяла. А мне всё было денег жалко, думала взять, не брать. Но в любом случае, я думаю, за пару дней не продастся. Пишите в комментариях, стоит ли брать эту цепочку. Потому что мне она очень нравится. Я даже пришла домой, пожалела, думаю, зря не взяла. Хотя много чего мы смотрели, но именно эта цепочка запала мне в самое сердечко. По дороге домой я также хотела взять новый набор маркеров спиртовых. Но потом я обнаружила, что у них можно выбрать оттенки, которые вам нравятся. И я решила просто взять те цвета, которые мне нужны. Весь набор не брать. У меня на самом деле очень много маркеров. Кто часто смотрит мой бумажный канал, вы наверняка видели. У меня 300 маркеров. Но надо ещё. Айке хочется ещё куда деваться. Кстати, вот эти линеры, они просто шикарные. Нашла прям то, что я искала. Очень красивое кольцо. Мне оно безумно нравится. Как раз на мой пальчик. Я давно себе хотела колечко с эмалью. Просто в восторге, честно. Это такой предновогодний подарок для себя. Мы маме хотели взять жемчуг. Но мама хотела прям длинное. Таких вариантов не было. Поэтому брать мы не стали. Маму я, кстати, там оставила. Мама говорит, я хочу походить без тебя. А я вернулась домой, потому что у меня сломанный ноготь смотрится так ужасно. Девочки, я прям не могу. А колечко у меня 585 пробы. Здесь около 2 грамм. Не знаю, насколько практично будет это кольцо. Я не знаю. Пишите в комментариях, девчонки. С эмалью кольца вы носите каждый день. Стирается ли вот эта эмаль сверху, вот этот рисунок. Но я очень надеюсь, что этого не будет. Вообще, я люблю альянсы, потому что они не цепляются нигде. Можно просто не снимать. Что у нас тут покушать? Обожаю больше. Сейчас покушаю, потом начну переделывать свои ноготочки. Наверное, уже все буду переделывать из-за того, что этот сломался. Я немножко похудела. И мне это не очень нравилось. Но потом я присмотрелась. Как бы смирилась с этим. Но мама меня все кормит и кормит. Вот, пока она не пришла, надо быстренько покушать, чтобы она меня потом не заставляла опять есть. Вот столько для меня достаточно. Я все-таки решила переделать все ноготочки. Как раз буду смотреть Дом 2. Мамы, кстати, до сих пор не о том. Хочу какой-то цвет сделать такой яркий и сделать супер короткими их. Хотя можно и оставить и так. В общем, посмотрим. Можно было, конечно, просто один переделать. Этому покрытию чуть больше двух недель. Обычно я хожу месяц, но в этот раз придется сделать коррекцию. Хотя очень не хочется сегодня это делать, но придется. Вообще цветов у меня очень много, но обычно я делаю из этой палитры. Потому что здесь у меня новые оттенки, которые я купила недавно. И есть варианты, которые я ни разу не использовала. Например, вот этот вот. Ни разу не делала с ним гейлак. А вообще хочется сделать классику. Может просто красный сделать. Или новогодний какой-то маникюрчик. В общем, пока не определилась, думаю. Хотела снять покрытие. И я не понимала, почему у меня не работает фреза. А оказывается, вот эта штука отвалилась. И я целый час не могла понять, почему не работает. Нажимаю кнопку, выключаю. Нажимаю, выключаю. А оказывается, отвалилась. Ужас. Можно, кстати, отдельно купить просто вот эту ручку. А можно купить уже целый аппарат. Я думаю, может быть, купить уже новый. Хотя, в принципе, здесь сломалась всего лишь эта ручка. И она стоит гораздо дешевле, чем весь аппарат. Но он мне отслужил, знаете, уже лет 8, наверное. Так что, я думаю, можно уже и новый купить. Наверное, как раз-таки сейчас пойду. Посмотрим, сколько сейчас времечко. Так. Магазины все работают. Я, наверное, сейчас пойду. А то сегодня обязательно надо переделать ногти. Просто другого варианта нет. А то сказать, девчонки, честно, мне просто противопоказано заходить в косметические магазины. Посмотрите, сколько всего я купила. Хотя пошла просто за фрезой. А купила просто кучу всего. Сейчас потихоньку вам все покажу. Ну, начнем с того, зачем я вообще пошла. Естественно, за фрезой я хотела взять розовую. Кстати, разница в цене была два раза в два раза дороже. Эта фреза мне, кстати, сделали очень хорошую скидочку. Вот. И я взяла самую мощную. 35 тысяч оборотов. Разница была просто огромная. Поэтому я не стала экономить. Лучше взять уж хорошую. Хотя разница в цене была просто огромная. Еще плюс та фреза, она была розовая. Естественно, мне хотелось розовенькую, чем голубенькую. Но здесь она мощнее. Вот, посмотрите. В комплекте здесь, значит, вот такие вот фрезы. Но их я обычно не использую. Только одну. Вот. А так бесполезная штука. Можно сразу выбрасывать. И еще в комплекте, естественно, для ноги. Это тоже для меня бесполезная штука. У меня от старой фрезы она так и осталась. 8 лет просто пылилась. Это тоже, мне кажется, сразу можно выбрасывать. Тут вот такая штука. Это, по-моему, сюда надевается как-то аккуратненько. Вот так. И фрезу можно поставить вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Мы ее проверили там. Все работает, все отлично. Уже давно надо было обновить. А то моя была вся в скотче. Уже который раз мне брат ее ремонтировал. Вот. И вот такая подставочка. Ну, тоже бесполезная вещь, на самом деле. Тут инструкция. Я старалась как могла держать себя в руках. Поэтому бесполезных вещей почти не было. Я взяла 4 вот таких вот шампуня от Клэр. Мы с мамой пользуемся только этими шампунями. Когда мы их меняем, у нас сразу появляется перхоть. 1 стоит 5,50. Этот, конечно же, хочет уместиться в эту малюсенькую коробку. На самом деле, я вообще не обращаю внимания, что написано на шампуне, для каких это волос. Для меня это просто чисто маркетинговый ход. Вот. Но эти шампуни на постоянной основе у нас всегда в ванной лежат. Мы очень довольны, поэтому сразу взяла 4. Понадобится. Я люблю вообще на запас покупать, чтобы потом не заморачиваться. Уже, наверное, 10-я тушь, которую я закончила от Essence. Именно зелененькую всегда беру. Очень классно удлиняет реснички. Все всегда меня спрашивают, нарученные ли у меня ресницы или нет. Это все вот эта тушь. Я просто в восторге от нее. И взяла ее, кстати, на бонусы. Очередная необдуманная покупка. Тональная основа. Я взяла ее просто потому, что здесь в подарок был карандаш. Гениально, не правда ли? Потом обратила внимание, что карандаш вообще бежевый. Я обычно такими не пользуюсь. Но уже было поздно. Я уже купила. Это тональная основа от Evelyn. Пока что вскрывать не буду, потому что у меня очень много тональных, которые нужно закончить. А то сроки поджимают. Поэтому это просто отправиться в мою коллекцию. И посмотрим, когда до нее дойдет очередь. В общем, необдуманная покупка. Это уже для мамочки краски от Element в оттенке 4.0. Это тоже, да, 4.0. Все правильно. Он просто никак не мог найти оттенок, который нужен был мне. И вот разбавитель я взяла в большом объеме. Потому что нам всегда мало вот этих маленьких, которые идут в комплекте с этими красками. Поэтому я взяла такой большой. Он стоил, по-моему, 7 монат. И каждая краска 6 монат. Она вроде как считается профессиональной. И маме очень нравится. Вообще не сжет голову, закрашивает седину на 100%. И после первого использования этих красок, мама уже вообще не хочет переходить ни на что другое. Ну, раз нужно, я решила взять на запас. Чтобы было. Взяла себе розовую мочалочку. Стоит она 1,30. Вроде бы мелочь, но постоянно забываю купить себе нормальную мочалку. И вот взяла розовенькая. Такая милая. И, кстати, вот когда я все это запаковала, я обнаружила, что оказывается теней нет. Я взяла тени для бровей от Golden Rose. И сейчас обнаружила, что их оказывается нет. И как раз мама должна пройти оттуда. И я написала маме, чтобы она забрала. Позвонив в магазин, они сказали, да-да, мы забыли вам в пакет положить. Но ничего страшного. Сейчас чуть позже вам покажу. Не знаю, понравится мне или нет. Взяла две такие масочки корейские. Вроде они как на один раз. Как пробники идут. Но я за них заблудила. И вот такой вот топ. Вроде как Айка пошла просто за фрезой. Посмотрите, сколько всего я купила. Оказывается, тут карандаш вот такой вот. Выкручивающийся. Посмотрите. Только оттенок такой. Нафига он нужен? Непонятно. Это, наверное, какой-то маскирующий карандаш, чтобы прыщи замазывать. В общем, из-за этой фигни я купила вот эту фигню. Гениально просто, да, девочки? Ну ничего, пусть будет. Лучше купить и пожалеть, чем не купить и дома жалеть. Тональные запечатаны. Я, пожалуй, ее вскрывать не буду, потому что у меня много открытых основ, которые нужно уже заканчивать. Ну вообще, в принципе, у меня их не так много. Я сейчас вот посмотрела. Есть у меня вот такая тональная основа от NYX. Вот столько ее осталось. Корейский BB крем от Misha. В оттенке 23. Он мне немножко темный. Я его оставила на лето. Когда немножко загорю, буду им пользоваться. И у меня, кстати, еще в большом объеме. Здесь 50 мили. Просто лучшее приобретение. Обожаю эту тональную основу от Collagen 8 пептидов. Уже посмотрите, сколько его нету. Вот столько я закончила уже. Огромный объем. Топ, прикиньте. И можно просто купаться. Совсем чуть-чуть на донышке остался тональный от Bourjois. 1, 2, 3. У меня в оттенке 51. Его тоже я разбавляю, потому что он желтый. И приходится его разбавлять вот этим вот. Rimmel Stay Matte. И вот вместе получается просто идеальное покрытие. Но и здесь совсем на донышке осталось. И здесь. Надеюсь, что в скором будущем это будут пустые баночки. Max Factor. Осталось всего половина. Самостоятельно никогда не использовала этот тон, потому что он очень светлый. И когда я его покупала, я его как раз таки покупала с целью разбавлять с другими тонами. Он такой жиденький, разбавляется просто идеально. Моя любовь. Бэйль Stay Matte. Нет, Royal Matte. Обожаю этот тональный. В самом светлом оттенке. Всегда беру все тональные. Это 0,1 оттенок. 30 грамм здесь. Этот тональный я покупаю еще с времен, когда я училась в школе. Был другой дизайн. Но несмотря на это, я его безумно любила. И тогда, и сейчас. В общем, один из моих фаворитов. Этот тон я вообще не поняла. Купила его и очень пожалел. Но все равно буду пользоваться, разбавлять с чем-то другим. Выбрасывать не собираюсь. Все эти тональные я планирую закончить. В этом году хочу закончить как можно больше. Но дело в том, что я всегда распределяю по лицу тональную основу пальчиками. Это получается очень экономично. Наверное, надо переходить на спонжики или на кисти. Но мне ими неудобно. Мне больше всего удобнее дедовским способом. Просто пальчиками распределил и побежал. Два тональных от NYX. Насколько я знаю, это плюс-минус одно и то же. Просто это старый дизайн. И вот здесь осталось совсем чуть-чуть. Тоже надо добить до конца. И вот этот я, по-моему, даже не вскрывала. Но это один и тот же тональный. Даже оттенок у них одинаковый. Просто в новом дизайне. И теперь он стоит дороже. Но косметика от NYX это просто моя любовь. Обожаю все, что они делают. Так, что у нас здесь осталось? Это база от Maybelline Baby Skin. И еще два тональных. Первый это от Rimmel. Он у меня тоже не вскрытый, кстати. Не знаю, зачем я его взяла. Потому что похожие тональные у меня были. С голубым таким флакончиком. Они мне не понравились. Этот зачем я взяла, не знаю. Тоже в самом светлом оттенке. Пока что не вскрытый у меня. И тональный от Holika Holika. BB Cream. Но он на самом деле совершенно не BB. Он очень-очень плотный. И немножко темноват. Поэтому оставила его на лето. Пишите в комментариях, как вы думаете. Много это для одного человека или мало. Нужно учитывать, что здесь очень много тюбиков. Где всего по половине. И как раз таки в этом году хочу все добить. Чтобы у меня было очень много пустых баночек в этом году. И расхламиться, так скажем. Ну а так супер старого ничего нету. Как вы видите. Если вы давно следите за моим каналом. То вы наверняка наблюдали. Как я покупала все эти средства. То есть максимум им там полтора года. Давайте потеснимся. И вот так вот нового соседа разместим сюда. Этот уже пора выбрасывать. Моя старая фреза. Не прошло и двух часов. И уже новая фреза у меня на столе. Мама мне говорит, чем постоянно покупать фрезу. Постоянно покупать эти гель-лайки и все дела. Не легче ли просто ходить в салон? Нет, девочки, не легче. Мне нравится это делать. Дело не в экономии. Возможно даже экономнее будет ходить в салон. Потому что у нас эти процедуры делают очень дешево. Реально. Необоснованно дешево. Вот честно. Вот. Поэтому как бы можно ходить в салон. Но мне нравится это делать. Я получаю кайф. Сейчас поставлю дом 2. И буду себе делать ноготочки. Здесь просто офигенная мощность. Это 35 тысяч оборотов. А здесь, не помню сколько было. Но здесь намного слабее. Сейчас буду снимать покрытие с новой фрезой. Как она мне нравится. Я хотела сразу и пылесос купить. Но у них закончились. Я не смогла. К сожалению. Там был один пылесос встроенный. Там был всего один пылесос встроенный с лампой. Но это выглядело просто ужасно. Такое я не хотела. Сейчас посмотрим. Пусть будет так. Или знаете, можно эту фрезу не выбрасывать. А просто докупить для нее ручку. Отправить в деревню. Чтобы в деревню у меня это. Но это мощно. Супер. Просто супер. Вау. Вау. Ну что, это результат дом. Маме как раз по пути было. И мама забрала эти тенюшки. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот так вот. От Golden Rose. Это тени для бровей. Мне визажист красила. Именно этими тенями. Мне очень понравилось, как они мне подошли. И здесь я их увидела. Не удержалась. Решила взять. Тени они не темные и не светлые. Как раз для брюнеток самое то. Вот такой вот свод у меня получился. Еще, кстати, в комплекте идет вот такая кисточка. Но обычно она бывает бесполезная. У меня есть хорошая кисточка, с которой я обычно наношу тени на брови. А это просто на выброс. Ну что, это конечный результат. Так как форму я менять не стала. Точнее сначала хотела. Здесь отпилила пол ногтя. Хотела сделать совсем короткие. Потом мне не понравилось. Я обратно нарастила. Прикиньте. Заняться мне больше нечем. Но я поняла, что слишком короткие. Как-то некрасиво смотрятся. Поэтому нарастила. И вот такой маникюрчик у меня получился. Обычная классика. Ничего новогоднего у меня не было. Ни стразов особо таких. Ни слайдеров новогодних я не купила. И вот так вот нежненько смотрится колечко у меня на пальчике. Мне очень нравится. На этом уже буду с вами прощаться. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте ставить лайки. Подписываться. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Пока.